Окупированный Донецк и Луганск. О том, что там происходит, с какими проблемами сталкиваются люди, они каждый день нам рассказывают по телефону. Давайте послушаем. В Донецке по-прежнему нет работы. За ниш по объявлениям либо все набрано, либо зарплата такая, стоит ли вообще работать. Наверное, проезд будет дороже обходиться. Хотелось бы, конечно, чтобы побыстрее это все заканчивалось, потому что все-таки периодически на окраинах бывают. В общем, ждем мира. Идет значительное повышение цены на продукты питания. Это первое. Во-вторых, люди не могут получить пенсии. Я одно могу только пожелать, чтобы система массовой информации Украины все-таки заработала здесь. До тех пор, пока этого не будет, будут очень большие проблемы. Слава Богу, что так не слышны, по крайней мере, взрывы. Каждый день цены поднимаются на продукты, на бытовую химию. Главное, сейчас выжить. Какое может быть настроение у людей, когда нет денег? Каждый день стоит вопрос, чем накормить, ну, не то что себя там уже, а своего ребенка. Верит Игоря Плотницкого в предуниверситет Луганский. И перед этим всех строго-настрого предупредили о том, чтобы глупых вопросов не задавать, о зарплате, и идеях, и перспективах ЛНР не спрашивать. Иначе это чревато большими проблемами. И выступал министр, кажется, сельского хозяйства. Из его речи можно было понять, что проблемы очень большие. И перспективы у посевной на Луганчине очень туманные, они определенные. Потому что топливо, все уходит на военные нужды. А для того, чтобы сеять пшеницу, рожь и так далее, оно никому не надо. Продолжение следует...